Казалось бы, что может быть более счастливым для молодой мамы, чем первый месяц жизни ее ребенка? По крайней мере, так принято считать. Но на деле тысячи женщин сталкиваются с проблемой, которую раньше даже не признавали – послеродовая депрессия. Те, кто сильнее, могут преодолеть ее за недели. Те же, кто менее подготовлен психологически, могут совершить под ее действием непоправимые поступки. Так произошло и с женщиной-переселенкой из Донбасса, которая месяц назад задушила младенца подушкой. Женщина жаловалась на моральное истощение, говорила, что не справляется с новой ролью. После убийства она покончила с собой в следственном изоляторе. Но дважды мама Ольга Симоненко призывает и разбрасываться обвинениями. Я видела, что писали люди по поводу той вот девушки, которая убила своего ребенка. Я понимаю, что ничего пока не изменилось. Толерантности, терпимости и желания помочь маме в это время я не вижу в основном ни у кого. А ведь это очень просто спросить, чем тебе помочь? Прийти, взять или ребенка погулять. А если мама просит помочь ей по дому, не оставлять ее одну, просто почаще спрашивать, это бы уже помогало. Апатия, равнодушие, а иногда даже ненависть к младенцу, чувство брошенности и ненужности. С этим сталкиваются многие роженицы. Но об этом в нашей стране до сих пор говорить не принято. До родов женщину опекают, но после о ней и ее самочувствие и забывают. Ведь все внимание переносится уже на ребенка. Мать четверых детей Наталья дважды переживала похожие симптомы. Теперь она начинающая доула, то есть помогает другим женщинам готовиться к материнству или уже проживать его. Если мама чувствует, что она не справляется, она должна понимать, что это нормально, что ничего страшного, катастрофического не происходит. И если она чувствует, что ей нужна помощь, нужно не бояться и эту помощь искать. А вот в Германии вопросы материнства – один из приоритетов государства. Там осознают демографический кризис. Украинка Ольга уже 9 лет живет в Ганновере. Здесь она встретила мужа и тут же решила рожать. Девушка рассказывает, каждая немка сама выбирает себе акушерку, которая и следит за состоянием женщины. А в случае надобности молодую маму отправляют в так называемый материнско-детский отпуск. Твой лечащий врач, заметив у тебя признаки депрессии, незамедлительно дает себе направление. И твоя медицинская страховка уже беспокоится о организации твоего отпуска. То есть мамочка и ребенок имеют возможность поехать вместе в отпуск, где за малышом будет организован уход, а мама будет получать спа-процедуры и просто отдыхать в течение месяца. В Германии, где медицинская страховка обязательна, постродовые стрессы минимизированы. В странах бывшего союза иногда и вовсе не обращают внимания на психологическую составляющую этого периода. Штатные психологи при роддомах часто фигуры формальные. На плохую организацию работы таких учреждений жалуются и многие мамы. Система патронажа, то есть когда медсестра должна прийти, объяснить, она у нас практически не работает. Давайте будем откровенны, медсестры не часто ходят. Если они ходят, это часто какие-то странные советы, типа купайте ребенка в марганцовке или что-то подобное. А вот психологи просят различать гормональные скачки с клинической депрессией. Диагноз может поставить только специалист. Перед родами гормоны зашкаливают и состояние расслабленное, прекрасное состояние умиротворения, радости. И после родов происходит резкий скачок, организм не успевает так быстро восстановиться. И по факту мы имеем такое состояние, когда на четвертый, пятый день у женщины текут слезы без причины, когда она не понимает, где эта радость, которую все обещали. Один из мифов – это убеждение, что послеродовая депрессия возникает только при появлении первого ребенка. И что эта проблема лишь пару десятилетий от роду. Но специалисты уверяют – никто не застрахован. И в такой момент женщине может помочь только поддержка родных и близких. Обратились ко мне за помощью, потому что у женщины, это даже не послеродовая, а предродовая депрессия, у нее суицидальная мысль на 36-й неделе. Мама девушки сказала, что все окей, мы справляемся, нам как бы помощь не нужна. И это опять про что? Это про развитие культуры вообще в обществе. И пока медицинскую реформу так долго и со скандалами принимали в парламенте, а каждый ее пункт обсуждали по десятку раз, никто так и не уделил внимания одному из самых важных аспектов медицины. В каких условиях украинки дарят нам будущее? Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал Репортер.